Экотехнопарк Строительство Экотехнопарка ведется в Белоруссии на участке площадью 35 гектаров, рядом с городом Марина Горка. Именно отсюда Skyway выйдет на мировые рынки и сформирует природоориентированную глобальную транспортно-инфраструктурную систему. Уже в октябре 2016 года Экотехнопарк продемонстрирует мировой общественности все направления инновационной технологии Skyway. Высокоскоростной, городской и грузовой виды транспорта. Несколько моделей подвижного состава. Автоматизированную систему безопасности управления и энергообеспечения и связи. Транспортную инфраструктуру Skyway, размещенную над землей. Сопутствующую инфраструктуру для жизни, работы и отдыха. А также промышленное производство ГОМОСа из белорусского торфа. Совокупный социально-экономический эффект от повсеместного внедрения технологии Skyway трудно переоценить. Небесная дорога сэкономит миллиарды тонн топлива и на порядок снизит объемы вредных выбросов в атмосферу. Струнный транспорт изменит облик современных городов, создаст безопасную и комфортную среду для жизни, отдыха и работы. Подняв дороги над землей и предоставив ее поверхность растениям, животным и людям. Благодаря своим конструктивным особенностям, струнные дороги сохранят миллионы человеческих жизней. Skyway опояшет ближайшие десятилетия всю планету и позволит объединить людей на всех континентах. Струнная транспортная система создаст деловую социальную сеть в пространстве реального мира, в разы увеличив скорость перемещения людей и грузов и сократив любые транспортные расходы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Skyway Capital Продолжение следует... 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 присоединяется к проекту, соответственно, нужно посетить какую-либо презентацию, где человек смог бы получить первые основные опорные знания по проекту Skyway. Одним из таких вебинаров мы позиционируем наш вебинар, вводный вебинар, поэтому милости просим те, кто желает приглашать людей на вводные вебинары, то эти вебинары, в принципе, и ориентированы на подобных людей, которые только входят в проект Skyway. И в основном, естественно, мы позиционируем начальные вебинары как вебинары для тех, кто только погружается в Skyway. Но по практике присутствуют те, кто и второй, и третий раз, и, собственно, пять и более раз даже так же присутствуют, потому что невозможно подавать информацию под одним и тем же соусом. Несмотря на то, что, в принципе, на начальных вебинарах мы говорим одни и те же вещи, но так как просто копировать себя мы не можем, да и это будет неинтересно в первую очередь и нам самим, то говорим одни и те же вещи, но доходов, разную аргументацию приводим. И в первую очередь это все ориентировано для того, чтобы погрузить человека в мир Skyway. Еще когда я присоединялся к проекту в 2014 году, я не мог себе представить того потенциала, который сейчас абсолютно и отлично представляю. И на тот момент мне казалось, что, ну, где-то 50-60% населения земного шара узнает о проекте, а может быть даже меньше. И сейчас я четко понимаю, что 99% населения земного шара будет пользоваться этой технологией. Как сегодня мы пользуемся не то, что даже интернет, а как сегодня мы пользуемся банковскими картами, как сегодня мы пользуемся просто элементарно чистой питьевой водой. Это настолько прочно войдет в обиход нашей жизни, я имею ввиду технологию Skyway, что через 5 лет невозможно будет себе представить, что когда-то этой технологии не было. И как раз таки на стадии начала эры Transnet, начала эры Skyway вы имеете возможность сегодня инвестировать в IT-проект. И те люди, кто поверили в него в 2013 году, там даже юридическая схема была недостаточно сформирована. В 2014 году, когда я присоединился, ну, фактически это конец 2013, то никаких личных кабинетов, нормально функционирующих, тоже не было. И первую инвестицию я совершил совершенно другим образом, обходными какими-то путями просто, чтобы совершить эту инвестицию, потому что мне хотелось помочь этому проекту. Я даже не знал, получу я в обмен на свою инвестицию какие-либо обязательства, какие-либо сертификаты, ценную бумагу, в будущем реальную ценную бумагу. Но, естественно, все прошло замечательно. И сегодня я могу откровенно и честно сказать, что мы развиваем ту технологию, которая позволит экономить нам самый ценный ресурс нашей жизни. Это, естественно, время. Как в ролике на английском языке говорилось. И время цено для нас с абсолютно разных категорий и векторов подачи информации. То есть в первую очередь я хотел бы вам привести пример, когда вы перемещаетесь. К примеру, я из Челябинска перемещаюсь в Москву и мне нужно попасть элементарно к друзьям, к знакомым. То есть я не ограничен во времени перемещения. Могу выбрать любой транспорт, могу даже поехать на поезде, могу даже при желании поехать на велосипеде, если мне от этого захочется. Если мне нужно приехать на какую-то конференцию, то, естественно, я более сжат в сроках. Я выберу то транспортное средство, которое наиболее быстрое. И даже цена здесь играет меньшую роль. Соответственно, это самолет. Но самолет, один самолет может в воздушный коридор один только охватить в тот или иной источник времени. Представьте ситуацию, не дай бог кому-то, но, к примеру, человеку нужно пересадить орган. И, соответственно, самолет вылетает с органом, донорским органом. И тут уже время играет совершенно другую роль. Это три парадигмы, которые представляют действительно важность и сущность быстроты и перемещения. Тут даже отходит на другой план, на второй план комфорт перемещения. Но, естественно, нам всем хочется в комфорте как и перемещаться, так и не тратить большое количество времени на ожидания, на пересадки. Да, сейчас есть комфортные бизнес-залы ожидания, но все равно в них нужно ожидать. А представьте те корпорации, которые пользуются транспортно-логистическими услугами, сколько сотен миллионов долларов вообще они теряют. Я имею в виду транснациональные корпорации. Каждую минуту сотни долларов расходуются, да даже тысячи долларов расходуются на топливо. На топливо в авиатранспорте, на топливо в железнодорожном транспорте. И, соответственно, когда мы представим возможность, что вы можете экономить, вы можете перемещать свои товары, грузы и также пассажиры могут перемещаться из точки А в точку Б. Совершенно по другим уже критериям временным, совершенно другими скоростями и совершенно другой инфраструктурой. То есть не будет необходимости строить такие вот обширные и загруженные аэропорты, железнодорожные вокзалы. И, собственно, на это будет тратиться намного меньше ресурсов из бюджета. И как когда-то на кристалле интегральной схемы были образованы и сформированы транзисторы. И сейчас вот закон Мура постепенно он подходит к своему закату. Это пятый технологический уклад. Это те технологии, к которым мы на сегодняшний день привыкли. То есть это смартфоны, коммуникаторы, GPS-навигаторы. Сейчас можно поговорить по Wi-Fi со стиральной машинкой, подключить удаленно посудомоечную машину, когда вы находитесь вообще в другом городе. Главное, чтобы был интернет. И эту всю концепту сейчас называют словом, термином интернет-вещей. И интернет-вещей, а также виртуальная реальность, а также различные метки и сбор больших данных от как раз таки всех этих устройств. Это уже завершающая стадия пятого технологического уклада. То есть в буквальном смысле происходят крайние шаги и уже наблюдается плавный переход на шестой технологический уклад, соответственно, с пятого технологического уклада. И каким будет шестой технологический уклад? Вопрос был открыт год-два назад. Но сейчас мы четко понимаем, и мы с Сергеем Анатольевичем, как практикующие футурологи, можем, основываясь на инженерной и технической школе Анатолия Эдуардовича Ницкого, сказать, что технология SkyWay будет основой шестого технологического уклада. И она будет базисом, она будет первоочередной вообще составляющей будущей мировой транспортной, энергетической, коммуникационной, информационной, социальной и даже финансовой сетью Transnet. И это будет сеть ближайшего будущего, которой мы будем пользоваться на сегодняшний день, как пользуемся интернетом, мобильной связью. Как когда-то пользовались проводной телефонной связью, телеграфом, радио и так далее и тому подобное. То есть, естественно, меняются эпохи и меняются технологии. Но одно я могу сказать, когда время технологии пришло, ничто не может ее остановить. И сейчас как раз таки время технологии SkyWay пришло. Поэтому Министерство промышленности Германии пригласило нас на выставку и на Transnet. Поэтому в воскресенье я лично уезжаю в Берлин и уже большая команда головной компании во главе с Виктором Бабуриным уже уехали в Берлин. Уже отправились первые машины. Это действительно очень эффективные и фактически на сегодняшний день, можно сказать, одни из самых высокотехнологичных машин на уровне современных автомобилей, которые отправятся в Берлин на выставку, чтобы произвести демонстрацию впервые в мире. И, казалось бы, на Trans это рядовое событие. Это та транспортная выставка, которая проходит каждый год в городе Берлин. Но в этом году это будет не совсем рядовое событие. Потому что, как когда-то в агентстве стратегических инициатив DARP зародился интернет, потом вышел из-под контроля. На сегодняшний день абсолютно подконтрольно головной компанией Skyway. И сотням, тысячам инвесторов, акционеров, которые поддерживают проект, реализуется технология Skyway. И мы запланированно продемонстрируем то, что мы деклармируем. И это увидит, соответственно, весь мир. После этого, естественно, очень серьезно изменится отношение к проекту у крупных и крупнейших инвесторов, которых мы ожидаем. Но, дорогие друзья, вот на эти все этапы мы вышли далеко не сразу. И вообще я в 2001, 2006, 2007, 2008, 2009 году даже не слышал о проекте Skyway. Потому что это был венчурный проект, о котором знали в строгих, в определенных кругах. Элитных кругах, как обычно, бывает вообще для серьезного венчурного проекта, который представляет достаточно серьезную потенциальную капитализацию и прибыль от активов, которые получают, инвестируя партнеры того или иного венчурного проекта. Естественно, я могу сказать, что то, что произошло в 2013 году, это также войдет в историю. Чуть попозже я об этом расскажу, свое видение. Но вся эта история началась в конце 70-х годов, когда Анатолий Эдуардович, являясь действительно Леонардо да Винчи нашего времени. Придумал первые концепты, первые эскизы, первые чертежи. Начал рисовать и появилось первое поколение струнной технологии. Именем, естественно, назван Анатолия Эдуардовича Юницкого. Но все начиналось, дорогие друзья, далеко не со струнного транспорта. Все начиналось с той технологии. И я вам выстрою градацию, которую мы ожидаем именно с точки зрения практикующей футурологии Сергея Анатольевича уже на расширенном технико-экономическом вебинаре. Как мы к этой системе придем? Но то, что очень примечательно и действительно заслуживает внимания, то, что еще в конце 80-х годов, в 88-м году Анатолий Эдуардович представил концепцию и схему, каким образом вывести промышленность в открытый космос. На сегодняшний день мы называем уже эту технологию Spaceway, то есть это космическая дорога. Если Skyway это небесная дорога, чуть попозже объясню, почему такое название, то Spaceway это уже космическая дорога, потому что это будет возможность вывода промышленности в открытый ближний космос. Давайте, пожалуйста, посмотрим ролик. Субтитры создавал DimaTorzok И, дамы и господа, об этой возможности говорили еще ранее. Об этой возможности можно найти даже в Википедии. И, соответственно, там описывается концепция Анатолия Эдуардовича Юницкого как общепланетное транспортное средство, то есть как Global Transport System. И, соответственно, это было представлено. Это было представлено международной конференцией по неракетной индустриализации космоса. И это будет, дорогие друзья, но никому никогда не удавалось перепрыгнуть через технологический прогресс и этапы, через которые нужно пройти. Естественно, и технология Skyway абсолютно не исключение. То есть сейчас мы понимаем, каким образом мы придем к седьмому технологическому укладу. Но чтобы перейти на седьмой технологический уклад, нужно сначала перейти в шестой и сформировать капитализацию, от которой будут, соответственно, выходить и дивиденды от инвестиций, которые каждый из нас сегодня с вами, кто поддерживает проект Skyway, совершает. Даже те люди, кто присоединились многие года назад, сегодня инвестируют в проект. И на сегодняшних этапах, как инотранс, как закрытая презентация, которая пройдет уже до конца этой осени на Экотехнопарке, на которой будут присутствовать многие руководители, многие губернаторы, мэры, многие послы, чиновники со многих стран нашей необъятной планеты Земля. И, естественно, технология, она не то что необходима, к ней проявляет на сегодняшний день уже колоссальный интерес. И так как, собственно, все начиналось именно с крупных инвестиций, с общениями с губернаторами, с чиновниками, одним из таких вот очень переломных общений, переломных моментов было знакомство Сергея Анатольевича с Лебедем Александром Ивановичем. Я действительно хотел бы времена попасть и пережить всю ту историю, но никто этого времени не может вернуть. И Сергей Анатольевич развивает проект SkyWay более 16,5 лет. Я развиваю более 2,5 лет. То есть на 14 лет меньше, чем Сергей Анатольевич. И представьте, какой опыт. И представьте, насколько это показывает реальность проекта. То, что человек развивает проект 16,5 лет. Я не говорю уже про Анатолий Эдуардович, который фактически уже скоро 40 лет. А 40 лет на минуту остановимся. Моисей водил по пустыне народ, чтобы сформировать новое видение и, соответственно, новое мышление у тех людей, которые ходили с ним по пустыне. И Лебедь Александр Иванович, являясь рассудительным и логическим мыслящим человеком, понял, что действительно с помощью концепции технологии SkyWay можно вывести Россию на лидирующие позиции экономического развития на мировой арене и менее чем за 5 лет увеличить экономический потенциал в 3-4 года. Сейчас нам ой, как это пригодилось, дорогие друзья, бы. Потому что понаблюдайте, что произойдет после 18 сентября, после выборов, скорее всего, курс доллара начнет очень сильно скакать. Да и сейчас он как бы не особо стабильно себя ведет. Это как раз-таки складывается из того, потому что ранее не была сформирована инновационная стратегия диверсифицированной экономики. Не нефтяная игла, а инновационная стратегия и применение технологии. Пускай не только технологии SkyWay, но в комплексе, но технология SkyWay позволила бы и позволить еще может совершить России колоссальный скачок в экономическом развитии. Потому что мы имеем очень богатые залежи ресурсов, полезных ископаемых, воды, чистой питьевой, пресной воды, льда и многое-многое другое. Это все осознал и понял Лебедь Александр Иванович. И буквально через несколько недель после общения в самолете, абсолютно случайного разговора с Сибиряковым Сергеем Анатольевичем, был выделен первый транш в несколько десятков тысяч долларов. Всего где-то 300 тысяч долларов инвестировал Лебедь Александр Иванович на строительство и развитие технопарка в городе Озера Московской области и своего личного губернаторского фонда. Данный объект простоял и функционировал как подвижная лаборатория. Исследования производились, многие испытания, в первую очередь путевой структуры с 2001 по 2009 год. Есть масса доказательств тому, но я так как не следил за проектом, я на тот момент я не смотрел телевизор, да и сейчас не смотрю, поэтому я не мог быть в курсе, что такая технология развивается. Но очень много доказательств с центральных телеканалов, что да, действительно были репортажи с различных и новостных вестников и так далее и тому подобное. Это на ранних стадиях было нашим очень серьезным аргументом и заседание Госсовета России по инновациям в транспорте, где Морозов, губернатор, один из губернаторов одного из регионов Российской Федерации, предложил Дмитрию Анатольевичу Медведеву стратегию инновационного развития на основе технологии Skyway. Дмитрий Анатольевич сказал, что если финансирование найдете, то, соответственно, пожалуйста, развивайте этот проект. Даже планировался миллиард к выделению на технологию Skyway, но неизвестными лицами по неустановленным причинам, знаете, как в фильме. И обязательно снимут фильм по технологии Skyway, по всем событиям, которые прошли. Анатолий Боровский книгу написал уже «Небесные дороги Юницкого». Я прочитал ее просто взахлеб. Всем рекомендую. Дорогие друзья, коллеги, сбросьте ссылку, у кого есть под рукой. И несмотря на все это, несмотря на то, что интерес был, поэтому мы называем данный объект полигоном, потому что он был разрушен и вывезен в неизвестном направлении. То есть полигон – это тот объект, который претерпел какие-то противоречивые такие военные действия, можно сказать. И, естественно, все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Проект продолжал развиваться, происходило общение с различными губернаторами, чиновниками, посол Малайзии, например, и так далее. Но все заканчивалось одним и тем же, и даже когда серьезными предпринимателями, крупными, застройщиками Московской области, те, которые Москва-Сити строили. Но все эти люди, все переговоры с этими людьми заканчивались одним и тем же, что хорошо, мы инвестирование вам сделаем, но мы будем обладать этой технологией, и вы не получите ничего. И вы нам, в принципе, как изобретатель нужны будете, но чтобы вы штамповали новые поколения. Естественно, Анатолий Эдуардович на это пойти не мог. И это была бы вообще мышеловка. Это был бы не то, что бесплатный сыр, но бесплатные такие вот инвестиции со срочкой очень серьезного долга и очень серьезных обязательств. Анатолий Эдуардович использовал крайний шанс. Это очень рискованный, венчурный шанс. Это схема краудинвестинга. Это схема, каким образом на тот момент развивались и сейчас развиваются различные интернет-проекты. Поэтому у нас появляются порой на наших вебинарах специально подготовленные засланцы, тролли мы их называем. И что меня радует, это технически подкованные тролли. То есть это значит, что им даже больше платят, так как это более такие профессиональные люди. Я думаю, что пару-тройку вебинаров по присутствию троллей и начнут сомневаться вообще, нужно ли троллить этот проект. И скорее всего станут инвесторами. И соответственно в 2013 году было сформировано направление, именуемое народным финансированием, либо краудинвестинг. Краудинвестинг это также наш термин. Его вы не найдете ни в словарях иностранных. Его можете найти на просторах интернета в русскоговорящем пространстве. Но как раз таки Skyway начал этот путь впервые. И собственно краудинвестинг гласит о том, что большим количеством людей происходит инвестирование в проект для того, чтобы создать, построить технологию, которая будет капитализироваться, приносить доход. И соответственно те доли, которые люди когда-то получили, инвестируя в этот проект, они станут реальными активами, которые будут приносить дивиденды. То есть это теория, которую мы сейчас планируем в реальность превратить. И не то, что планируем, не то, что декларируем, а делаем. И все шаги к этому предпринимаются. Поэтому многие люди, которые на сегодняшний момент уже подключаются к проекту, они понимают, что не только сотни тысяч людей заинтересованы, потому что они получили минимальный пакет обязательств. И этот замечательный опцион, который был выделен лично Анатолием Эдуардовичем Юницким, как именно популяризация проекта. Если сравнивать, допустим, рекламный бюджет компании Coca-Cola, то более 80% тратится на рекламу. У нас на рекламу не тратится ничего в сравнении с ними. И соответственно, да, наша корпорация развивается через сеть. Да, инвестиции привлекаются через сеть. Это не касается, естественно, крупных инвестиций. Та самая крупная инвестиция на 330 тысяч долларов, которая была привлечена, была привлечена по обычной схеме агентского вознаграждения. Потому что тут уже, естественно, кому-то захочется получить через сеть, через подобную, по подобной инвестиции. Но Анатолий Эдуардович Юницкий не только замечательно рассчитывает инженерные конструкции и сооружения, и рассчитал всю технологию SkyWay, но и финансовую составляющую. Поэтому я могу сказать, дискаунты, то есть венчурная премия за ваш риск, ваш риск на данной стадии и то количество обязательств международной корпорации SkyWay, которые в момент времени, к примеру, сегодня сентябрь, и за одно и то же количество инвестируемых денег я мог получить полгода назад больше обязательств, которые в будущем станут акциями. То есть это и есть схема дискаунта. И сейчас важно понимать, что более 80 тысяч инвесторов по всему миру регулярно каждый месяц инвестируют, потому что есть у нас и действует система рассрочек. И, соответственно, это очень сложная система, которая позволяет нам осуществлять производственное планирование, закупать сталь и путевая структура уже в самом скором времени начнет монтироваться. И это увидят и наши оппоненты, и те пессимисты, которые недооценивают проект. Но сегодня люди, которые уже поддерживают проект, инвестируют в 4 направления. Это легкий прогулочный спортивный экскурсионный транспорт. Направление появилось чуть более 6 месяцев назад. Это городской пассажирский транспорт, грузовой транспорт и, естественно, высокоскоростной транспорт. Выскоскоростной транспорт мы планируем продемонстрировать уже в 2018 году. И, собственно, уже в этом году будет продемонстрирован легкий прогулочный транспорт И городской пассажирский транспорт. Что касается строительства грузовой трассы, то это также уже начато. И огромное количество людей по всему миру выбирает проект Skyway в качестве своей инвестиции, в качестве основного направления своей деятельности. Так как та технология, которая создается, это обеспечит дешевое, комфортное, эффективное, безопасное перемещение из любой страны в любой город и так далее и тому подобное. И это будет абсолютно комфортное перемещение, чего не скажешь, допустим, о русских железных дорогах. Что касается экологичности, об этом я более подробно расскажу на расширенном технико-экономическом вебинаре, то супер экологическую составляющую имеет проект Skyway. И можно будет заниматься сельским хозяйством. Скот сможет пастись под путевой структурой, чего не скажешь, допустим, линии лэб. И, соответственно, там, если будет пастись скот, то молоко это просто нельзя будет пить, потому что оно будет заражено. У нас же все эти процессы исключены. И что говорить про инновационность технологии, когда множество идей витало в воздухе по поводу транспорта второго уровня, по поводу использования на высоте 5, 10, 15 и выше метров над землей. Но почему-то эти идеи не имели продолжения. Я отвечу, почему. Потому что не было технологической составляющей. Это касается и визуализации проекта линейных городов Жака Фреско. Он нарисовал хорошую идеологию, хорошую картинку, но инженерной составляющей нет. У нас же есть. И чуть более полугода назад была проведена продувка наших подвижных составов. И если форма капли имеет коэффициент аэродинамического сопротивления 0,04, а вы видите, вот высокоскоростной подвижной состав, он выполнен в форме капли. Наш юнибайк выполнен в форме карася вообще, то есть рыба. Почему рыба? Потому что это также аэродинамика. То есть рыба не может быть не аэродинамичной, так как она плавает в воде и, соответственно, нужно уменьшать сопротивление, которое будет на нее воздействовать. Иначе она просто не сможет плыть. Если сравнивать с традиционными транспортными средствами, взять Bugatti Veyron, либо более такое новое веяние, как Mercedes GLS, там коэффициент аэродинамического сопротивления 0,37, у нас же в сотню раз еще более эффективен. Что касается КПД колеса, так как это перемещение сталь по стали, то, соответственно, это 99%. Это максимально эффективный способ перемещения на сегодняшний день. Если говорить про также техническую составляющую при потреблении топлива, то 50-местный юнибус будет потреблять 10-20 кВт максимум электроэнергии. И, соответственно, если говорить про потребление топлива, традиционного топлива, то это будет в десятки раз меньше, чем современный автомобиль. За счет чего это достигается? В первую очередь, естественно, это достигается за счет аэродинамики. Во вторую очередь, это достигается, ну и сама аэродинамика изначально строится, благодаря тому, что транспорт изначально находится на втором уровне. И, естественно, минимальный коэффициент трения сопротивлению качения колеса и так далее и тому подобное. Те физические термины, знания из сопромата, теоретической механики, которые необходимо знать, чтобы создать такую технологию. Так как Анатолий Эдуардович является не только инженером, не только ученым, не только членом Академии наук, но и патентное право является одной из его специализаций. Мы можем быть абсолютно уверенными, что действительно все поедет и действительно все будет так. Тем более, то, что технологию Skyway на сегодняшний день уже формирует не только сам Анатолий Эдуардович Юницкий, а научно-производственно-конструкторское предприятие, которое было сформировано в августе 2015 года. И, соответственно, это уже 13 конструкторских бюро. Вдумайтесь в эту цифру, 13 конструкторских бюро. А еще в августе 2015 года Анатолий Эдуардович был единственным сотрудником. А всего лишь год назад началось строительство. И я могу сказать, дорогие друзья, без этого на самом деле невозможно себе представить того прогресса, который сейчас мы и видим. И в первую очередь самое главное то, что действительно идет строительство по тем этапам, которые мы видим и которые наблюдаем. И чтобы было максимально наглядно, максимально очевидно, дорогие друзья, я хотел бы чуть позже вам это показать. Но в первую очередь интересует многих, почему струна. Почему называется струнная технология. Это теория струн или что-то подобное. Если говорить в этом понятии, то да, теория струн в неком понимании есть. Но теория струн это не та. Это инженерное сооружение, это предварительно напряженная конструкция. То есть, если я растяну провод, если я, допустим, даже разрежу и тонкую полосочку бумаги также натяну и расположу параллельно, имитируя двойной рельс, то я могу положить какую-то конструкцию, допустим, мой мобильный телефон. И вся эта технология выдержит. Анатолий Эдуардович любит приводить сравнения и скрепками выкладывать друг на друга, как вот, собственно, есть игра такая. То есть, вы выкладываете такую башню из фигурок, и тот, кто последний выкладывает, соответственно, может башня не устоять и рухнуть. А если бы это было бы предварительно напряженное сооружение и конструкция, то независимо от того, какое усилие вы бы направили на эту башню, она бы не рухнула. И то же самое касается, например, Останкинской башни, то же самое касается Эйфелевой башни, то же самое касается многих таких вот сооружений, как, допустим, Парус в Дубае находится и многое-многое другое, то есть вантовые мосты. У нас также путевая структура будет предварительно напряженной конструкцией. Внутри находится пучок стальных проволок, который закрепляется специальными элементами крепления. И далее все это заливается и прокачивается на 2-3 километра спецбетоном, который был разработан на базе ЗАО «Струнные технологии». Далее ставится головка рельса, это инновационный рельс, и перемещается цилиндрическое колесо, как я уже и говорил, сталь по стали. Это абсолютно самое эффективное перемещение и, соответственно, можно будет достигать в том числе скоростей 500-600 км в час. И если говорить про то строительство, которое сейчас происходит на Экотехнопарке, и 25 июля мы заключили договор аренды, в сентябре мы вышли на строительство. Давайте посмотрим в режиме быстрой перемотки, насколько развивалось строительство. Еще в сентябре, можно сказать, проводились первые проектно-изыскательные работы, первые геодезические работы, потом рылись котлованы, началось строительство первой анкерной опоры. Был приезд австралийской делегации, первой, и сейчас нашим активным сподвижником является Род Хук, бывший министр транспортного департамента Южной Австралии. В сентябре произошли исполнения модели 1 к 10, а уже в этом сентябре мы производим демонстрацию модели 1 к 1. И уже примерно в ноябре произойдет в движении модели 1 к 1 с закрытой презентацией, как я уже об этом говорил. Естественно, стоит помнить о том, что также, почему называется Экотехнопарк, потому что здесь специальный сельскохозяйственный проект есть, и целый сад, не побоюсь этого слова. Многие также посадили по дереву, кто совершил ту или инвестицию по данной акции, и я посадил, и Сергей Анатольевич посадили деревья, и, собственно, и виноградники растут, и морковка, и огурчики. Зачем это надо? Зачем это показывать на инновационной площадке, демонстрационно-сертификационном центре, который будет формировать, демонстрировать и далее реализовывать, усовершенствовать технологию. Для того, чтобы показать экологическую составляющую. То, что у нас также направлением является сельское хозяйство, то, где почву невозможно сейчас применять к сельскому хозяйству, мы сможем прийти и на пустыне, и с помощью специально созданного ГУМОСа оплодородить почвы. То есть я на этом постановлюсь обязательно более подробно на расширенном технико-экономическом вебинаре, но по одной могу сказать, что не только строить на любом типе рельефа поверхности местности будет позволять технология Skyway, но и не нарушать экофон, что очень важно для проживания просто-напросто человека, для его питания, для возделывания сельскохозяйственных угодий, для получения урожая и для занятия животноводцем в том числе. То есть это те сферы, которые, несмотря на весь технологический прогресс, но все же мы используем. И, соответственно, зимой мы уже установили 19 промежуточных опор. Если так вот очень быстро перемотать, то посмотрите, как развивалось строительство транспортно-логистического узла, совмещенное с концевой анкерной опорой, которая будет принимать на себя нагрузку в качестве первой анкерной опоры по высокоскоростному и городскому пассажирскому направлению. И, соответственно, уже также было установлено струнное интеллектуальное ограждение. Это тоже инновация и тоже предварительно напряженная конструкция. И, собственно, уже в июле началось строительство даже не второй анкерной опоры, а легкого прогулочного направления трассы. И, собственно, австралийцы были поражены тем, что они увидели буквально в начале осени и то, что они увидели уже в июле. То есть это были две разные составляющие компании. Представители компании Auricon были поражены, что на самом деле очень серьезный прорыв произошел за это время. И, соответственно, то, что мы говорили, мы сделали. В июне уже стояли промежуточные опоры легкого прогулочного транспорта, уже строились анкерные опоры. И, собственно, уже также в июле началось строительство грузовой трассы. То есть началось рычок от Лаванов под анкерную опору. Для того, чтобы понимать, потому что многим непонятно, что это за экотехнопарк и вообще, что он будет из себя представлять, давайте в замедленном режиме посмотрим, как это будет выглядеть. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Можно долго смотреть на эти видео, но уже хочется не видео, уже хочется это лицезреть в реальности. Благо то, что мы действительно это можем делать. И если говорить про испытания модели 1 к 1, то все машины уже доделаны, отправлены на выставку в Берлин, потому что с 20 по 24 сентября будет происходить выставка «Инотранс» в Берлине. И уже очень серьезные контакты, я не буду раскрывать подробностей, но это на уровне рода Хука, только уже на уровне Германии. Будут посещать наш стенд, будет происходить общение. По Челябинску я расскажу более подробно. Также по контакту, который у нас будет происходить по Челябинской области на выставке «Инотранс» уже на расширенном технико-экономическом вебинаре. Но одно я могу сказать, дорогие друзья, вот то строительство, которое идет, оно говорит о том, что схема народного финансирования была выбрана более чем верно. И я повторюсь, что у нас настолько специфический способ развития нашей корпорации, что у нас даже засланцы являются технически подкованными в наших чатах. И, дорогие друзья, я искренне надеюсь троллям обращения, что вы поменяете свою точку зрения, когда увидите все это в реальности. То есть я смотрю, наблюдаю за вопросами, и когда это произойдет уже в движении, когда вы увидите подвижные юнибайки, подвижные юнибусы, ну, будет глупо просто не поменять свою точку зрения. И вот 2 сентября, дорогие друзья, пока что других фотографий не поступало. Я регулярно обновляю эту информацию, и это является достаточно серьезным аргументом при проведении переговоров, что строительство не просто ведется, а оно ведется фактически каждый день. И очень интересно, что люди интересуются, волнуются даже, почему же в Google карте, почему в Яндекс карте не обновлено, и не видим мы там экотехнопарка. Но, дорогие друзья, кто сомневается, просто приедьте, просто посмотрите, и, собственно, увидьте это все своими глазами. Естественно, всегда, всегда останутся те люди, которые будут думать, что ничего не будет строиться, путевая структура не будет натянута, то, что построили здания какие-то, что-то там строят, наняв три таджика. Но, дорогие друзья, всему свое время и сомнения, они просто разобьются об камень притворения в реальность технологии. Этот момент обязательно не то, что настанет, он уже настает. И я повторюсь, дорогие друзья, уже невзирая вот с высоты полета более 16-летнего опыта, Сергея Анатольевича Сибирякова. Могу сказать с опыта 2,5-летнего участия в проекте, что рекомендую, рекомендую дать информацию об этом проекте всем своим знакомым и незнакомым людям, потому что вот возможности получить минимальный пакет обязательств, которые в будущем станут реальными активами, реальными акциями, это 100 единиц, в будущем, даже в 2017 году, может уже и не быть. Нас поддержали многие экономисты, политики на ранней стадии. И, естественно, сейчас такое вот специфическое мнение, и у них, то есть они ждут демонстрации. Но на ранних стадиях я был рад поздороваться и пофотографироваться с Делягином Михаилом Геннадьевичем, видеть на нашем вебинаре Хазина Михаила Леонидовича. Жириновский Владимир Вольфович вообще в недавнем времени снова упоминал про струнный транспорт. Гришин Сергей Анатольевич, это бывший министр транспортных путей сообщения Российской Федерации. И многие-многие другие. Поэтому, дорогие друзья, естественно, тех, кого наш проект не заинтересовал и наша аргументация абсолютно недоказательная, дорогие друзья, вот правильно Олегу сбросьте, пожалуйста, видео, где Гришин расхваливал. То есть все, что мы декларируем на наших вебинарах, это соответствует реальности. И были у нас такие вот, как бы, Сергея Анатольевича моменты, когда мы ввиду того, что начинали развивать адресные проекты, хотелось передать эти эмоции, немножко быстрее рассказывали о том, о чем нужно было рассказывать чуть позже. Но сейчас мы у головной компании учимся и будем рассказывать, и рассказываем только в тот срок, когда уже нужно рассказать. Если говорить вообще вот про экономическую составляющую, заканчивая именно темой, то, что у нас все-таки технико-экономический вебинар, то я хотел бы подытожить и закончить такой фразой, которая меня поразила. И те люди, которые говорят о футурологии в плане искусственного интеллекта, в плане роботизации, говорят о том, что будут роботы, будут заменять человека, труд человека интеллектуальный, труд юристов, медиков и так далее. И те люди, которые сформировали и сейчас формируют свои инвестиционные портфели, активы, смогут существовать в этой реальности. Меня, как практикующего футуролога, эта фраза весьма заинтересовала. И также я могу сказать, что действительно те люди, которые сегодня входят на борт народного экономического ковчега, международного экономического ковчега под названием Skyway, естественно, с риском, естественно, с венчуром. И мы не будем говорить, что вы гарантированно получите стойко-то, стойко-то прибыли, потому что мы просто-напросто не знаем, покажет рынок и покажет потенциал наших адресных проектов. Но тот потенциал, который наработан за годы, то есть это примерно 100 миллиардов долларов, естественно, эти все контакты нужно будет поднимать. Естественно, кто-то может уже и смениться в плане контактных лиц и так далее, но те адресные проекты, которые уже с 2013 года наработаны, то, дорогие друзья, тут уже и спорить абсолютно бесполезно, потому что они есть и интерес идет до демонстрации. После демонстрации уже будет не просто интерес, а инвестиции крупные и крупнейшие. Но и после инвестиций и возможности закрытия финансирования технологии будет чем заниматься, потому что будут адресные проекты и будут новые направления технологии, в которые мы уже будем не просто инвестировать, а будет управление активами, будет управляющий инвестиционный фонд, который, соответственно, будет рекомендовать, куда инвестировать в плане технологий Skyway на сегодняшний момент. Но об этом, обо всем по порядку. Я обязательно расскажу на расширенном технико-экономическом вебинаре. Для тех, кого не заинтересовала данная информация, то просим прощения за отнятое у вас время. Время, как говорится, это самый ценный ресурс нашей жизни. Ну а тех, кого заинтересовало, я рад, что вы интересуетесь технологиями и интересуетесь тем пятым видом транспорта, который сократит значительное расстояние и сотрет границы и даже, не побоюсь этого слова, возможно, отменит и паспортно-визовый контроль, потому что этому не будет необходимости. Но обо всем, об этом поподробнее уже на расширенном технико-экономическом вебинаре, который пройдет в этой же комнате буквально через несколько минут. Там будет и минутка, и десятиминутка футурологии, и те основные новости, которые сейчас у нас происходят, и многое, многое другое. Строй Skyway, спасай планету. До следующих встреч на вебинаре, на продолжении вебинара в этой же комнате. Субтитры создавал DimaTorzok